АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мало того, что у него шуба была запранена в треники, у него борода была прилеплена к колбовой. Слышали, что он пел? Вместо песни, расскажи, Снегурочка, где была, он пел «Рюмка водки на столе». Это не детская песня никак, на мой взгляд. Правильно, зато ему подпевал весь зал. Вы же сказали, пьеса должна иметь какой-то отклик. Не откликнулся, только лежачий. Ну, а Золуша, что вы можете сказать? Она вышла на сцену на ощупь и порала «Поднимите мне веки». Это почему? А Золушку, я так сказать, я ей сразу, я ее предупреждал, я ей так и сказал. Галя, не надо смешивать. Она должна была ставить туфельку и убежать, правильно? Правильно. Она ходила по сцене, орала матерные частушки, в чем мама родила между нами, говорит. Ну, это вы зря так сказали. Так сказать, туфельки на ней были, клипсы на ней были и были на ней часы. Женщины, понимаете, импровизировала. У нас же есть оркестровая яма. Она упала на барабанщика Валеру. Откуда барабанщик? У нас не предусмотрен оркестр? Это оркестр был с предыдущего спектакля, с 31 декабря. Еще задержались несколько музыкатов. Она упала на Валеру и переломала ему... Барабанную установку? Нет, все руки и ноги. Да ладно. И зубы. Все? Все пятеро. А как вы хотели? 187 килограмм? У вас золушка 187 килограмм. Прилучно, хорошо получалось. Танечка же в декрете, уж вам-то не знать. Ладно, все, об этом все. А по поводу мертвой царевны хотел сказать. Королевич Елисей должен был разбудить ее поцелуевую. Правильно, вот так все. Он поцеловал ее примерно раз в 200. Он давал ее на шатырь нюхать, бил по лицу, орал на ухо, непонятно. Что, это кто виноват? Между нами, так сказать, не буду скрывать коньяк. Да, и только. И только, и Колька, и Сергей Петрович Безмыловлазов, и Валера. Вместе все встречали, отмечали. Иванушку кто играл? Иванушку играл Арнольд Петрович Шуйской. Его 17 раз подавали на заслуженного. Знаете, по сценарию он должен был удариться озим три раза и превратиться в сокола. Он ударился один раз и пролежал до конца спектакля. Много наших, конечно, вчера полегло. Я могу сказать, есть какие-то положительные нюансы. Борис Никифорович, допустим, довольно органично сыграл Поросенка. Мне понравилось. Он жил-то в роль. Да, я не ожидал. Он как-то отнесся по-другому. Так, извините, Колизей... Здорово сыграл. Мне понравилось. Колизей Петрович, а Поросенка-то в пьесе и не было. Не было Поросенков. Кого же он играл тогда? Никого. Ему просто было плохо. Хорошо. Теперь кот в сапогах. Это отдельный разговор? Да. За этого артиста, за панибрата Валяхина я не несу ответственности. Потому что его ж вы знаете, он из самодеятельности, его ж нам прислали. Ему пошили прекрасный костюм, великолепные лапы, усы, уши, прекрасный роскошный хвост. Метровый. Вы мне расскажите, почему он надел костюм задом наперед? Самодеятельность, конечно. Зато женщины были в восторге. Да. Особенно после того, как он стал вилять хвостом. Это прекрасно. Восемь женщин упало в обморок, вы чуть не сорвали спектакль. Так зато какой успех, что изборок жужжит, пожужживает на эту тему. Расскажите мне, почему доктор Иболит вынес ящик пива, начал угощать артисту? Это что такое? Это бардак во время спектакля. Он лечил, его задача лечить. Зрителям зачем давался? Зрители тоже просили лекарства, все в равных условиях. Я понимаю, что у нас Новый год, но зачем от тела стал душить колобка? К чему это? Что такое? Ну, во-первых, рядом никого поблизости вообще не было, а душить кого-то было надо. А колобка души не души, шеи нет, там понимаешь, что не делай, по-любому массаж лица получаешь. Ну и в-третьих, артисты не поделили царевну Несмеяну, между нами. Кстати, по поводу Несмеяна. Она же Несмеяна. Чего она ржала, как сумасшедшая в их спектакле? Ну, ее мальчик с пальчик щекотал. Так сказать. Теперь самый важный вопрос по поводу лошади Ильи Муромца. Кто играл переднюю и заднюю часть лошади? А переднюю часть играл Забульбахин Мылов, Игорь Сергеевич, а вторую Валера Стажер. Хорошо. Вот по поводу передней и задней части лошади. Почему они вышли из разных кулисов? Вы это тоже заметили. Представьте себе. Ну, дело в том, что это моя режиссерская трактовка классической ситуации. Две половинки не могут в жизни найти друг друга. Они так и не нашли между прочим друг друга. И в задней части лошади раздавался разговор по мобильному телефону. Передняя часть шаталась по сцене, орала что-то, пыталась пить на бродершафт с людьми. И в задней части лошади греки говорили, что лучше здесь плохо ловить. Это что за бардак такой? Просто такая порода лошади. Лошарик-трансформер. Веселая сказочка у вас получается, Карпович. Ну, Колизей Петрович. Ну, я-то что? Я за эти вакханали ответственности не несу. Хотя и сам лично в них участвую. Ладно. Есть и положительные моменты. Должен вам сообщить после вчерашнего спектакля. Билеты на все последующие утренники нашей сказки распроданы на год вперед. А я говорил, что мои пьесы имеют успех. Понимаете? Поэтому мобилизуйте артистов, соберитесь. Сегодняшний спектакль сыграть в точности, в точности, как вчера. Пожалуйста, я лично прошу. Соберите артистов, поговорите с ними и сделайте один в один, как вчера. Да легко, артисты с утра готовы. Кстати, скажите Айболиту, когда вынесет пиво, пусть бутылочку мне принесет. А лучше две. А лучше четыре, я буду с вами. Отлично, договоримся.